Здравствуйте! Тема выпуска – разъяснение полезности озона, правильного понимания и применение его для борьбы с патогенной средой. Заодно расскажу новые технические изменения в конструкции и варианты оптимального изготовления комбиозонатора. Из-за хронической нехватки времени ролик оформлять не буду, так что смотрите и впитывайте как есть. Но прежде чем начать, предупреждение. Прошу покинуть мой канал и немедленно отписаться от него тех паразитирующих орков, которые каким бы то ни было образом поддерживают войну в Украине. Тем более для вас нет смысла вникать в детали моих дел, так как вы все равно обречены. Наступило время, когда безадекватные причины, жаждущие и требующие смерти другим, очень скоро получат ответку. Черные метки уже проставлены. Поэтому не утруждайте себя потери времени, так как мой сегодняшний выпуск вас уже не касается. К тому же, будучи биоэнергетиком, я на паразитов поставил защиту. Если вы почувствуете себя неустойчиво или станет плохо, то лучше вам этот ролик не смотреть. И когда оркообразные рассосались, буду продолжать. Как вы знаете, из моих предыдущих выпусков по комбоозонатору, или иначе патогенному нейтрализатору, устройство действует на основе активного озонового и ионизированного потоков, который создается из вихревой энергии, созданной специально изготовленным тором, последующим пропущенным через высоковольтный умножитель. Конструкцию очень подробно я вам показывал в предыдущих выпусках и кое-что покажу во второй части выпуска. Но прежде всего, постараюсь систематизировать и подытожить проблему с пониманием полезности и ложной вредности озона, которую в среде преступного медбизнеса всячески стараются замазать. Да и есть немало дятлов, которые слышат некий звон и тут же как попугаи несут тупую ахинею, как всегда даже не пытаясь разобраться в сути, а верят только продажной пропаганде. Особо подчеркну и напомню, что в нашем окружающем мире любое действие характеризуется силой или дозой воздействия. Я уже как-то давно пытался в своих роликах разжевать, что есть болезнь и как она действует в организме, и подчеркивал, что самое нежное прикосновение пушинки к телу и разрушающий полет пули отличается только силой, ну или дозой прилагаемой силы, возможно растянутой по времени. Будете мало есть, значит сильно похудеете. Пихать в себя по максимуму, словно последний день живете, значит ожиреете. Вам делают массаж легкими перышками, укатаетесь со смеху, но толку никакого не будет. Применят при этом булавы или дубинки со всего маху. Возможно, живым не отползете. В целебных целях как никогда важно соблюдать определенные дозы используемых препаратов. Аптечную химию я не беру в расчет. Это изначально уничтожение всего живого в любой пропорции, так как сложные химические вещества при длительном использовании имеют свойство накапливаться в организме или создавать какие-либо сложные побочные последствия. И, конечно, важно понимать нетрадиционные способы избавления от всякой патогенной заразы, кишащей в избытке вокруг нас и в нас. Хотя вы же сами понимаете, скорее нетрадиционным надо считать рвачей в халатах, которые совершенно не заинтересованы вашим здоровьем. Вы же в курсе, что отравиться можно не только угарным газом или чем-либо иным, но даже кислородом. Те, кто живет в городе и иногда выезжает на природу или в лес, многие замечают, что после таких поездок и даже во время вас несколько начинает ушатывать. Это банальное отравление кислородом, так называемый передоз. И наоборот, те, кто все время находится на природе, могут рвануться городской атмосферой. Знаете же, бородатый анекдот про мужика, отравившегося кислородом в лесу, и которого догадались положить под ухлопную трубу. Ну и, возможно, все из вас, готовя что-либо на костре, задыхались от дыма, что аж глаза слезились. Но в последующем это разве как-то отразилось на здоровье? Хотя, конечно, если подобные ситуации очень редки, то скорее даже могут быть полезными, как стимуляторы для защитных функций организма, то есть тренировки. Но если такое происходит слишком часто и в серьезных дозах, то могут быть последствия даже необратимые. Вот к чему я это все веду. Так дело в том, что любая опасность или полезность строится на некоторых дозированных по концентрации по времени действий. Как вы понимаете, одно и то же вещество, принятое в определенных дозах или растянутое по времени, может принести огромную пользу организму. Или, если принято будет значительно большей концентрации или относительно быстро, то может принести уже огромный вред. Вот поэтому важна правильная методика использования. В результате сильнейший яд может стать прекрасным лекарством или, ну, вы понимаете. Конечно, все вышесказанное касается правильного использования озона на полезном уровне. Правда, силой высокой полезности использования этого газа, обществу подано ложное представление о нем, хотя он довольно давно и успешно используется в особых видах лечебных процессов в медицине. Но на бытовом уровне применение всячески тормозится, и для усугубления легенды ему приписывают отрицательные свойства, которые конкретно к нему отношения никакого не имеют. Но в интернете, как и в различных медицинских методичках, вам постараются яркими красками разрисовать все ужасы, последствий и ничего полезности. Поэтому я раскрою вам глаза и разделю мух от коклет. Есть различные способы получения азота, как природные, так и искусственные. Например, при жестком утрофиолете от специальных ламп, или очень яркого солнца, или электрических высоковольтных разрядах, то есть возникновения плазмы, допустим, в грозах, создаются условия для преобразования окружающего кислорода в озон О3. В среде этой же плазмы, или жесткого ультрафиолета, происходит одновременное взаимодействие того же кислорода с окружающим азотом, которого, кстати, в 4 раза больше. Создается оксид азота Н2О. По-другому, кстати, называется веселящий газ. При обычных условиях это неустойчивое соединение и довольно быстро взаимодействует с окружающим кислородом, окисляясь до диоксида азота, то есть уже НО2. И вот именно это соединение при взаимодействии с жидкостью образует азотную кислоту. Поэтому, если вы длительное время дышите к диоксидам, он оседает на слизистой внутренних дыхательных путей и накапливает азотно-кислую среду, которая постепенно будет разрушать поверхность биотканей, вызывая отек легких, например. А так как газ озон О3 и одновременно сопутствующий при тех же условиях возникновения оксид азота Н2О и дополнительное взаимодействие с тем же окружающим кислородом становится диоксидом азота, соприкасающееся при дыхании со слизистой организмом становится азотной кислотой, вам преднамеренно сочиняет пугалки про вредный озон. Приписывая ему все ужасы последствий диоксида азота, хотя на самом деле вреден не сам озон, а попутно с ним в плазменной среде созданный оксид азота НО2. В кругу химиков есть еще некая градация пяти степеней окисления азота. Там первая степень Н2О, как я уже сказал, веселящий газ, относительно безобедный. Четвертой степенью характеризуется уже НО2, или диоксид, очень агрессивная взвесь, которая и является основой для соединения с жидкостью и получения НО3 азотной кислоты. Например, вторая степень укисления НО получается другими телодвижениями, не относящиеся к нашей теме, как и третья степень Н2О3. Эти химические соединения к нам отношения не имеют. Надеюсь, вы поняли главное, что проблемой при получении озона с помощью коронного разряда является не сам газ О3, а сопутствующая результирующая реакция от плазмы, дающая параллельно и итогово азотную кислоту. Специально обучены люди, о которых любит повторять один альтернативщик по древней истории на YouTube-канале История Пи, вам будут вешать на уши про проблемы, якобы связанные с озоном, чуть ли не убивающие все живое вокруг. Расскажут про кислотные дожди, вызванные сильным ультрафиолетовым излучением от солнца или сильный гроз, но промолчат тряпочку, что подобное вызвано совсем не озоном. Ну а те, кто не поддался глобальному вранью и понимают, откуда ноги растут, чтобы избавиться от подобной очень вредной побочки, используют баллоны с кислородом, то есть берут чистый кислород и пропускают его через электрическую плазму и спокойно получают чистый озон без побочных примесей, уже не заботясь о возможных проблемах. Чистым озоном в медицине стерилизуют различные оборудования и хирургический инструмент. Качество очищения при этом значительно выше любых других стерилизаторов. Обеззараживают воду и другие жидкости, вплоть до того, что существует процедура переливания крови с параллельной обработкой озоном, что очень помогает избавиться от тяжелейших неизлечимых болезней. Кроме высокой эффективности обеззараживания от любых патогенов в жидкостях и нейтрализации целого ряда вредных химических соединений, озон обладает уникальнейшим свойством через более чем 10 минут распадаться О2, то есть активный кислород, который, вероятно, не требует разъяснения его благоприятного действия на живые организмы. Так что, надеюсь, теперь вы уяснили для себя всю лживость официальной пропаганды про вредность самого озона. Как правильно использовать кислород для получения чистого озона, я вам дам ссылку на одного из изготовителей подобного специального оборудования, где он внятно все объяснит. К сожалению, такие устройства очень громоздкие и дорогие. Но есть и другой путь, о котором я уже второй год вам рассказываю. И напомню, что все это время очень активно занимаюсь исследованиями и новыми разработками по устройствам получения правильного озона для эффективного уничтожения различной микропатологии в индивидуальном применении, что стало особо актуальным из-за глобальной мировой заразы. Как вы помните, начало этих исследований было положено более двух лет назад командой Валентина Дондорфа. С тех пор устройство претерпело значительные изменения и улучшения. Очень много последователей повторили в самых различных вариантах разработанной нами устройства и даже наладили некое производство. Еще немного обращу внимание на целый ряд выпускаемых в большинстве китайцами различных типов бытовых озонаторов, которые обычно используют для обеззараживания помещений и различных жидкостей, например, для холодного консервирования различных продуктов или их длительного хранения. К сожалению, все они генерируют озон на основе коронного разряда. А как я вам уже разъяснил, кроме него попутно вырабатывается диоксид азота. Поэтому для дыхательных процедур подобной установки категорически не рекомендую. И вообще любые устройства, работающие на жестком ультрафиолете и электрических разрядах, на самом деле реально вредны для здоровья. Ими можно пользоваться только или очень ограниченное время, или без вашего присутствия. И единственный момент, когда у кого-то большие проблемы с модной заразой и требуется немедленно реанимация из-за отека легких, то возможно, как крайность, ограничено использовать хотя бы такой способ. Я знаю несколько реальных случаев, когда подобное спасало жизни, где уже особо не важно вредное, но короткое действие азотной кислоты и последующие последствия, когда реанимационный эффект превалирует над кислотной вредностью. Подобная выжденная мера используется в онкологии, когда клин ушибает клином при помощи химиотерапии, уничтожая патологию, обрекает больного на длительную эвтаназию. Правда, в случае с вредным озоном, то есть смеси с диоксидом, все не так категорично. Также стоит напомнить про различные копировальные устройства типа ксероксов, лазерные принтеры и другие установки, где присутствует запах озона, так как там тоже наверняка попутно вырабатывается диоксид, хоть и в небольших концентрациях, но долгое присутствие будет, конечно, пагубно влиять на здоровье. Так как уже говорилось ранее, озон достаточно быстро распадается в активный кислород, а звезд диоксида при вдыхании накапливается на слизистых дыхательных путей. Так чем же кардинально отличается патоген-нейтрализатор от других устройств, вырабатывающих озоновоздушную смесь? Полным отсутствием плазмы, то есть коронного разряда, при получении этой смеси. Для выработки озона достаточно было создать положительный ионизированный поток еще до уровня, когда происходит пробой в виде электрического разряда. А только при возникновении плазмы создаются условия для получения оксида азота. В результате озон есть, а оксида нет. При таких условиях, конечно, невозможно получить большую концентрацию озона и в поток воздуха, выходящего из установки, он только подмешивается, что совершенно не мешает спокойно использовать нейтрализатор в целебных целях и одновременно дышать. Тем не менее, этого вполне достаточно, чтобы уничтожать вредные патогены в пазухах носа и дыхательных путях всего за несколько минут. И когда требуется более серьезное лечение, то даже полчаса-час дыхательных процедур совершенно не повредит биотканям, но создаст невыносимые условия для зловредной микрофлоры, которая попыталась проникнуть на некоторую глубину влажной поверхности. К тому же, кроме стерилизирующего эффекта озона, добавляется поток ионизации, вихревой энергии оттора, находящегося вокруг турбины, и электростатика от полосок, расположенных на умножителе. Еще можно добавить, но не обязательно, ультрафиолетовые светодиоды со спектром излучения против бактерий и получаем мощную комбинированную установку. Правда, возникают у некоторых вопросы по потоку положительной ионизации, так как вроде наподобия люстра Чижевского желательно создавать отрицательный поток. Да, конечно, это имело бы место, но, как я вам сегодня неоднократно повторял, что результат некого действия зависит от силы, концентрации и длительности действия. А так как ионизированный поток не сильный и не длительный, то по закону малой концентрации он может быть только полезен. И так как это также не химическое действие, то не может накапливаться в организме, как бы то ни было, соответственно, не может иметь последствий. Еще одно серьезное отличие подобной системы избавления от патогенов и химическо-биологических способов в том, что вы включили устройство на несколько минут, обработали дыхательные пути или некие поверхности на коже и просто выключили. Буквально через минут 10 озон перейдет в активный кислород и в вашем организме не останется больше ничего. Никаких химических процессов, реакций и последствий. Кроме одного, вы вероятнее всего избавитесь от проблемы со здоровьем, что подтверждено многотысячными проверками, испытаниями и экспериментами. Опять же, в ходе упоротых экспериментов, как мною, так и несколькими добровольными тестерами, были проведены варианты по длительному действию смеси озона из разработанной установки вплоть до нескольких часов в день. Как после них, так и через несколько месяцев никаких вредных побочек не выявлено. Наоборот, некоторые особо хронические проблемы, связанные с дыхательными путями, которые никак не поддавались в легком режиме, были успешно устранены. Вероятно, если найду время, то постараюсь сделать отдельный выпуск по оглашению дополнительных решенных проблем и методику их решения. А во второй части выпуска подробно расскажу новое усовершенствование комби-озонатора и подходящие технологии оптимального изготовления. Обязательно предоставлю файлы для 3D принтера. Всем пока! Ждем вторую часть. Субтитры создавал DimaTorzok